Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 апреля. День Дарьи. Грязно пролубки. С увеличением тепла вокруг проруби и берегов рек появляется грязь. Назван день в честь Святой Дарьи. Она вышла замуж за христианина Хрисанфа. Живя с ним, уверовала в Христа и приняла христианство. Главным чудом, который Господь явил над Святой Дарьей, был ее защитник Лев. Император заключил ее в публичный дом, а явившийся неоткуда Лев защищал ее от тех, кто пытался приближиться к ней с дурными помыслами. Апрель месяц. Апрель месяц считается перевалом весны и открытием природы. В это время растения начинают появляться из земли, цветы раскрываются. Именно поэтому знахары использовали весеннюю воду, в которой была заключена жизненная энергия пробуждения для лечения заболеваний и снятия порчи. По Дарьи обычно предсказывали погоду на октябрь месяц. Какова погода 1 апреля, такова она будет и 1 октября. Талая вода была настолько сильной, что выбиливала холсты и не в течение года не пачкались. Для этого расстилали ткань на снег, чтобы ее освещали лучи солнца. От этого они становились чище и мягче. Считалось, что сегодня просыпается домовой. Для того, чтобы его задобрить, готовили разнообразные угощения. Молоко, кашу, вино. Что касается розыгрышей в этот день, то по поверьям ранних христиан, в этот день был свержен сатана с неба. Поэтому 1 апреля лгали для того, чтобы обмануть лукавого. Потом все забылось и приобрело совершенно иной смысл. Приметы. Если день теплый и ясный, лето будет сухое и ветреное. Если дождь, летом засухи не будет. Если верба зацвела, пора ульи открывать. Залежал и снег, плохое неурожайное лето. Ночью звезд не видно, в ближайшие дни погода будет теплой. 26-е лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новорождки, то она должна быть спокойна и приятна. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенной теме.